всем привет друзья с вами maldra мы продолжаем играть в черное зеркало я не знаю я две серии подряд записываю не знаю что делать болеть я что-то посидел три минуты подумал блять нам необходимо попасть в подвал ты а как это сделать я понятия не имею честно говоря блять там ключи неактивны так-то а погоди ты стучишь зачем ты стучишь мышц не базарили я хотел бы вас спросить кое о чем я слушаю сам а картина точно гляди-ка на виктория я был в кабинете роберт и увидел портрет человека которого я раньше не видел это кто-то из нашей семьи портрет вам не надо было заходить в эту комнату сэм роберт не любит когда туда кто-нибудь заходит даже я я просто пытался найти что-нибудь что помогло бы нам узнать где может находиться роберт все его вещи в порядке хорошо он бы разозлился если бы узнал что вы были у него в кабинете эта картина портрет нашего предка лотара гордона это он основал санатории где работает роберт и когда это было около двухсот лет назад я точно не уверена санаторию эшбурю уже много лет расскажите мне о лотаре гордоне он долгое время был главврачом в санатории для умалишенных хотя в то время не говорили о терапии и лекарствах он скорее всего продолжал бы работать если бы не заболел в чем заключалась его болезнь со временем это место полностью поглотила его все эти больные умы с которыми он проводил дни и ночи в конце концов он сломался это же сошел с ума он умер одним из тех кому помогал грустная история когда лотар умер где его похоронили я вижу вы проверяете мою память насколько я знаю его тело как он и просил осталось там его похоронили в скромной могиле за санаторием позже это место превратилось в кладбище многие умершие в стенах санатория нашли там свое пристанище вы извините меня сэм так вот блин я как быстро все понял вот значит лотар гордон а тоже подходили прошлый раз я ничего не знаю про санаторий блять пиздеть то нахуй значит нам надо в санаторий выходит так что ли но он был не активен они заработал гляди к санаторий это сэм гордон пожалуйста откройте ворота уже без слов просто ведь открывает и все так может мне к ней подойти она знает где он похоронен то точно не представляю о чем еще мы можем говорить тут кстати по-прежнему фонтан активен так вам покинуть здание погнали искать лотара лотара гордона двести лет назад санаторий был основан значит и тут чего у нас окно активно кстати зачем винт блин я давно смотрел на этот винтик блять я не знаю покой хуй он нам нужен ну как ты блять прям выделялся так тут ничего нету ничего не активно только для чего вот он нам нужен в принципе как ручку можно использовать может пригодится логично ну погнали на кладбище так это что могила могила блять наверно там в дальней части ну как часовница забрали там тело нет валяется тут все чудо же было банка коробка две больших бутылки с хлором так тут осколки были а хлор нам нахрена может понадобится интересно пока не знаю ну давайте посмотрим могилы т.д. ушло он наш дорогой отец скончался в 1752 году оставив свою любящую жену и детей дамиан гейл наш дорогой любимый сын покинул нас навсегда в 1814 году габриэль свен умер в 1805 году здесь покоится сэр натан порт который покинул этот мир в 1638 году от рождества христова пусть его душа покоится с миром ну смотрите тут кладбище изначально было блять еще до постройки видишь буря если бабка говорила что 200 лет назад построили только блять и лотер лотер его построил вроде как а тут могилам за 1600 там блять какой-то год надгробные плиты на этих старых могилах почти ничего нельзя разобрать задолбал это дерет все подряд так ладно чё там еще невозможно еще разобрать к дальней части кладбища погнали вот это наверно они не хер и вот могилы эвелин наша возлюбленная дочь была погребена здесь 12 лет от роду пусть же ее душа найдет упокоение которого у нее не было в этом мире вот какой-то надгробие безымянная могила герб гордонов похоже это та могила которую я ищу сначала нужно убрать заросли колючий густой кустарник вот наш герб на каменной плите это должно быть та могила которую я ищу а как у вас надо какие-то эти блять секатор садовый блять льюис бейт 1852 но ножницы по любому должны быть ножницы пила муж какая вот у этого блять так а болт 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 а зачем нам нужен болт ну что монетку кинуть да не так я не знаю ну куда может быть к лице стресс ходить узнать где там какие-то садовые принадлежности должны быть мусор помойка болезнь какой-то садовый блять нам не о чем разговаривать ну кстати бля я знаю где они лежат если это так это конечно пиздец я не могу сейчас уйти нет нет у нас лежали в поместье блять лежали в поместье в парнике в этом блять так нужны некие садовые принадлежности фонтан вода должна быть довольно холодный на хуе он здесь к воротам а зачем к воротам я еще не могу уйти да мы не можем уйти нам надо где-то найти какие-то блять садовые принадлежности бля может в этом лежит в часовне садовые ножницы я их прежде не замечал ты серьезно что ли черт они поломаны винтик винтик как раз мы нашли уже вуаля так ладно крышка очень тяжелая я не могу ее сдвинуть там крышка блять тонны две блять весит нам нужен лоб блять крышка очень тяжелая я не могу ее сдвинуть нам нужен наверное какой-то лом чтобы поддеть крышку может у него может веревку как-то блять какой нибудь приладить блять зацепить не знаю ну ка давай глядеть пойдем к к санаторию может у него что тут валяется блять вот темный угол не сразу все вот мусор мусор и еще раз мусор да подожди ты мусор у нас жига есть ну посвятик там по-любому что-нибудь есть а чё за нахуй ты не хочешь светить и мусор мусор и еще раз мусор нет не уходи а железный пруд я его возьму пруд не лома пруд я думаю подсветить надо блять так ну ка ну ка а нет могила пуста как же завладеть четвертым ключом я не могу остановиться сейчас я должен продолжить это дверь может какая а может быть была какая-то эксгумация влите тело это просто перенесли вот этот вот вот эту херню не херня а вот этот гробница блять склепная более достойно мне кажется чем такой могилки тогда к пасу послугу это сам надо наверно к медсестре сходить спросить бывали какая-нибудь может быть эксгумация или перенос тел а может какой-нибудь старого кладбища на новое блять как в чернокнижнике в первом могу я поговорить с вами конечно скажите старое кладбище за санаторием оно всегда принадлежало Эшбурри да насколько мне известно оно принадлежит Эшбурри уже пару сотен лет а до этого до этого я думаю оно было частью прихода Вормхилла но как я уже сказала это было давным-давно спасибо этого достаточно значит старое кладбище принадлежало приходу Вормхилла это все спасибо значит надо идти в Вормхилл искать могилу там приход в Вормхилл да действительно то есть кладбище и было и до санатория здесь выходит так войти в церковь так что тут решетка что за решетка решетка заперта тогда к алтарю погнали так вон этот самый святоша Фредерик отец отец Фредерик да я могу с вами поговорить конечно сын мой я слушаю мне нужно разыскать одного из моих предков вы можете мне помочь я был бы счастлив помочь вам но я чувствую что вас что-то беспокоит не хотите поговорить об этом поверьте мне вы облегчите свою душу вы очень добрый отец но я пришел сюда по другой причине я обещаю что вернусь сюда как только закончу то что должен что ж хорошо что вы хотите от слуги Господа мне нужно выяснить где захоронены останки Лоттера Гордона подозреваю что в хрониках церкви должны быть соответствующие записи хм наши хроники уходят далеко в прошлое я думаю мне удастся найти информацию которая вам нужна пожалуйста приходите попозже мне понадобится какое-то время чтобы разыскать запись спасибо отец ну это надо позже приходить блять я так понимаю опять время потянуть что ли ммм 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 оттуда я не могу пройти что ли ммм ммм не могу ну по-любому запись ты должна же быть давай ммм ммм отец отец да сын мой я могу вас побеспокоить вы уже обнаружили что-нибудь в старых хрониках отец это очень важно для меня еще нет вам следует набраться терпения сын мой я вернусь позже какого терпения блять что ты там делаешь иди блять книжки поизучай архив блять и что это за решетка интересно знать так книга каменная табличка что за табличка церковь была построена во времена правления маркуса гордона милосердного в 1230 году пусть этот приход ведет людей к благоденствию и укрепляет веру в нашего бога 1230 какие-то блять во вторых схождение блять по моему да в датах то есть я в кабинете гордона ой роберта мы находили дату постройки замка 1100 двадцатый а вроде бы как бы маркус замок то строили ли я ошибаюсь как нахуй нам култарю болеть может тут нужно как какие-то действия произвести опять же. Или тупо подождать. А может сходить на кладбище, блядь. Ну, наверное, вот это вот могилу-то. Ну, хуже. Какая тут из этих вот? А, здесь не может быть. Вот здесь. Или вот тут вот. Я думаю, что вот тут. Ебаный рот. Так. Начаться. Ну, уйти мы можем. Ммм. Уйти мы можем. А куда? В Эшбори не можем. В дом Германа. А в доме Герман сделать нехер. А у нас, в принципе, вообще делать нехер. Наша следующая зацепка. Это надо выяснить, где могила Лоттера, блядь. Я вот предлагаю сходить еще в оранжерею. В оранжерею. Дверь заперта. Дверь заперта. Ничего себе. Оранжерею заперли. Блядь, зачем? Может быть, сходить к боються и узнать, по какой хуй ты дверцы закрыл? Ну, блин, морзик. Ну ты что, блядь. Что-то себе этот, какой сегодня. Чего тебе надо? Подожди, маленький. Вам что-то нужно, сэр? Нет, ничего. Ничего не нужно. Я, кстати, по-моему, даже... А, нет, к фонтану могу сходить. Фонтан. Залило, блядь. К бабушке сходить опять. А что там она скажет-то? Мне кажется, она нам ничего хорошего-то не расскажет, блядь. Я оставлю ее в покое. А в нашей комнате? Может, подождать до завтра, поспать там в комнатушке? Руки помыть можно, блядь, вот к примеру. Здесь довольно тепло. Сколько времени должен, должно пройти, блядь, вот до того момента? Как святоша нам предоставит информацию? Так, иди давай. Непонятный вот этот момент. И такие уже здесь моменты были. Ничего не делаешь, просто ходишь-ходишь, хоп, нахуй, подходишь в следующий раз. А он уже готов все выложить на... Ну, просто бродить, блядь, вот... Без дела, бестолково. Главным воротом. А что тут писем нет у меня? Писем нет. Писем нет. Здесь тоже нет ничего. Покинуть поместью. Погнали в Вормхилл, блядь, что делать-то? Отец, мне нужно с вами поговорить. Да, я вас слушаю. Вы вернулись как раз вовремя, Сэн. Я нашел нужную запись в хрониках. Лотар Гордон был отцом Томаса Гордона, отца Вильгема. Его останки покоились рядом, в Сэшбуре, согласно его последней воле. В Эшбуре? Однако, спустя какое-то время, его тело было кремировано. А урна с прахом помещена в ваш склеп на церковном кладбище. Там она и находится сейчас. Спасибо, отец. Вы мне очень помогли. Не нужно меня благодарить. Мне было приятно читать эти хроники. Это... Он сказал, отец Вильгема? Ну как там, блядь, одежда-то у него... Уж слишком старом... О! Старомодно выглядит. А дверь-то открыта, блядь? Кто открыл склеп? Тут там что-то ящик с инструментами. Кто-то что-то ремонтирует, что ли? Я не могу копаться в его ящике с инструментами. В чьем ящике? Могильщик. А, могильщик. Здесь есть кто-нибудь? Кто здесь так поздно? Это вы? Что вы здесь делаете? Это вас не касается. Что вы делаете в нашем фамильном склепе? Ну, я здесь кое-что поправлю. Послушайте, можете находиться здесь ночью. Я не собираюсь останавливать вас. Но позвольте мне вернуться к моей работе. Не все могут бодрствовать по ночам. Мне нужно закончить все до завтра. Так вам что-нибудь нужно? Или вы просто тратите мое время попусту? Так что же вы все-таки делаете в нашем склепе? Как я уже сказал, мне нужно кое-что подправить. Вы собираетесь смотреть, как я работаю, или что? Нет. На самом деле, я хочу кое-очем вас попросить. Да ну, что ж. Не думаю, что я смогу вам чем-нибудь сейчас помочь. У меня и так полно работы. Вам не нужно будет ничего делать. Я просто хотел бы заглянуть вниз. И я ищу останки Лоттера Гордона. И это последнее возможное место. Почему бы и нет? Приходите утром. Я не хочу, чтобы вы здесь мне мешали. Хорошо. Так как насчет того, чтобы вы спустились туда? Мне нужна эта урна. Конечно, я могу это сделать. Но мне нужна веская причина. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. А двадцать фунтов хорошая причина? Хм, думаю, да. Пойду взгляну. Вы сказали, Лоттер? Именно. Хорошо. Подождите тут. Это займет некоторое время, пока я его найду. В восемьдесят первом году-то огромные деньги были влить. Двадцать-то фунтов, да? Хорошо. Я нашел. Вот она. Я не буду спрашивать, почему вы пришли за ним так поздно. И не надо. На этом я считаю нашу сделку завершенной и возвращаюсь к своей работе. Так что оставьте меня в покое. Мне еще нужно здесь закончить. Не буду отвлекать вас от работы. Хорошо. Чем раньше я доберусь до кровати, тем лучше. В этой темноте очень пригодился бы фонарик. Так бери, блядь. Фонарик есть. Зачем только пока непонятно. Надо вскрыть урну-то, блядь, а? Есть ключ. Остался только один ключ. У Уильяма есть только один способ получить его. Боюсь об этом подумать, но у меня нет другого выбора. Я должен завершить то, что начал. Бог простит меня. Уильям. Земля еще не затвердела. Что я говорю? Земля еще не затвердела. Что я говорю? У меня нужна лопата, блядь. Могильщик. Я не знаю, о чем мы можем говорить. А, так это, блядь, прям могила, нахуй. Я думал, это как надгробие такое, блядь. Веревка, веревка, веревка. Кстати, он... Нам нужна лопата, блядь. Господа. И дамы, блядь. Так, лопата. Лопату я где-то тут видел, блядь. Кстати, вон написано... А, что я? Могилы можно посмотреть? Могилы. Очень темно. Я ничего не вижу. У нас есть... А, фонерик есть, стоять. Изабелла Санд умерла в 1932 году. Зачем я на них свечу, блядь? И кого-то надо найти. На кресте ничего не вырезано. Тут где-то была лопата-то, блядь. На себе. Очень темно. Я ничего не вижу. На куче лежит лопата. Она тут, блядь, по-моему, водку натурала. Нет, ну... Ладно. Лопата есть. Уильям. Дедушка, блядь. Я иду, блядь. Да. На деревню к дедушке, блядь. Ну, мне копать-то нельзя. Надо, блядь, его закрыть-то, нахуй. Веревку отвязать. Земля еще не затвердела. Что я говорю? Да чего ты говоришь, блядь? Нормально все. Давай, копай, блядь. Сначала мне придется избавиться от могильщика. Ну, тогда отвяжи веревку, блядь. Это держит металлическую дверь открытой. Что-то подпирает, что ли, блядь. Я не понимаю. А, колышек, блядь. Его даже не видать, ни хера. Колышек держит дверь открытой. Он так просто не уйдет. Иди копай, блядь. Ооо. КОНЕЦ Прости меня, Уильям. Я должен был это сделать. Пятый ключ. Последний. Да, блядь, ты что за... Замордовал меня. Иди отсюда. Пятый ключ, да? Ну, это вот освобождать, наверное, пока не надо. Нам надо теперь валить в подвал. Как я понимаю. А в подвал мы только через... А, ну, через столовую, да? Через кухню. Мне не за чем спускаться в подвал. Погоди-ка, как не за чем? Вам что-то нужно, сэр? Нет, ничего. Ключ Уильяма. Последний. Я никогда не прощу себе того, что мне пришлось сделать, чтобы получить его. Прах моего предка скрывал его. Так, а как же мне туда спуститься-то, там вот какая-то... Херня есть. Типа замка, что ли, что-то такое. Так, погоди-ка, а у нас есть еще есть... Ну-ка, я на карту посмотрю-ка. Дом Германа, приход Уорнхилла. Дом Германа, приход Уорнхилла. Черное зеркало, блядь. Бляха-муха, и что тут делать, блядь? Подожди-ка, я что-то не пойму. Ключи мы собрали. Каменный круг нам не нужен. Лазовый зал, тем более, блядь. В шахте мы были, блядь. В санатории, в санатории делать нихера. Может быть, сходить к Виктории, блядь? Я поговорю с ней позже, сейчас неподходящее время. А как мне в канализацию-то, блядь, спуститься? Может, колодец есть, блядь? Стоп, стоп, стоп. Ну-ка. Пусто. Там же колодец еще у нас есть. Я что-то прям вот... Не понимаю, ни хера, что делать. Вот, может, через колодец можно спуститься? Нельзя. На конюшню. Да не в конюшне. Чего, блядь? В конюшне тут делать нихер. Да. Мне показалось, что тело лежит, блядь, на телеве. Я пытаюсь вспомнить, где еще есть проход возможный. Туда, на... Туда, в подземелье. Стойко. А если мы... А вот это вот у нас. Картина, блядь. Ну, как-то их объединить, эти ключи. А как они плеть, объединятся-то? Да, ну, бред. В библиотеке все спокойно. Летопись Ворумхела. А если Ворумхеллю, блядь, сама. Мех ты, блядь. Наша повозка. Должно быть, кто-то приходил к Дому Священника. Виктория, посмотрю в церкви. Это был Бейтс. Что он здесь делает? Почему он прошел в Усповедальню в такой спешке? Я должен это как-то выяснить. Кто-то идет. Похоже, это отец Фредерик. Я слышал чьи-то шаги минуту назад. Сюда кто-то заходил до вас? Я никого не видел. Вы, должно быть, услышали меня. Хм. Наверное, вы правы. Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, отец. Благодарю вас. В таком случае я ухожу. Надо было не портоваться, блядь, домой-то, а выйти к церкви. Ну-ка, послушаем, что там скажет Бейтс-то. Прикинь, отец меня мучит ужасная тайна. Мне известен источник этого зла. Я знаю, кто убил этих людей. Я больше не могу хранить эту тайну, поэтому я сделаю признание. Я видел, как он крался под покровом темноты. Его ладони, они были покрыты кровью. Это было ужасное зрелище. Я быстро спрятался, чтобы он меня не заметил. Когда я мельком взглянул на его лицо, ужас охватил меня. Это лицо все еще стоит у меня перед глазами. Все это время я хранил молчание. Я никому не мог рассказать. Все равно мне бы не поверили. Даже я не поверил бы этому, если бы не видел его лицо собственными глазами. Я боюсь даже произносить его имя, отец. Продолжай, сын мой. Я знаю, что дьявол многолик. Той ночью я увидел один из его обликов. Это был Сэм Гордон. Молодой господин из замка Черное Зеркало. Да простит ему Господь его грехи. Это, наверное, волос убийцы. Убийца Брюнет. Он продолжал твердить, что он его не убивал. Вот что он говорит. И твои подонки будут нести мое проклятие. Один из твоих наследников соберет пять душ у пяти смертных, и это вернет мой гнев к жизни. И я вернусь, когда твои дни будут сочтены. Никто не сможет меня остановить. Да простит ему Господь его грехи. Вот это повар, вот, блядь. Глава шестая. Убийца Сэм. Взгляд в Зазеркале. Ну, я-то знал. Прости меня, Боже, за мои грехи. И дай мне силы нести мой крест. Дай мне силы восстать против зла и уничтожить проклятие, которое столько лет висит над моей семьей. Дай мне сил, Господи. Аминь. Есть только один выход с территории церкви. Я должен спуститься вниз в катакомбы и уничтожить источник зла, который завладел моей душой. Подземелье. Ну, пойдемте, спустимся. По-моему, сдохнуть можно, блядь. Все-таки в этом подземелье. Я уже раз говорил про это, блядь. Дайте-ка я сохранюсь, блядь, на всякий случай. Мало ли. Вот-вот, про чем я и говорил. Каменная октограмма. Какие-то странные символы. В прошлом у подземелья, несомненно, было другое предназначение, чем просто служить водоотводом. Пентаграмма. Это, может, для ключей как раз? Темный угол. Здесь абсолютно темно. У нас есть фонарь... Блядь, фонарика нету? Как свет-то приключить? Подожди, как нет фонарика, блядь? Был же фонарик у нас. А, может, кольцо сюда надо вставить? Эти символы, они завели меня сюда. Так и чё, блядь? А, символы надо, наверное, посмотреть, какие в блокноте, блядь. Так, короче, давайте-ка на сегодня закончим. Нас как раз, наверное, там, может быть, на серии ещё останется. Продолжим. Я думаю, закончим уже следующую серию с этой игрой. Замечательной. Потому что уже 50 минут с лишним херачем. А надо всё-таки стремиться к сериям в 40 минут, блядь. Так легче всего мне их обрабатывать. Да и смотреть, наверное, их поудобнее будет. Чем такие длиннющие, там, по полтора часа, блядь. С вами был Малдор. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok